Цены – больной вопрос даже для слабо уязвимых категорий населения. Правительство пытается обуздать цены на продукты, ищет пути. Один из них короткий, дающий сиюминутный эффект, сводится к регулированию цен на определенные виды продукции со стороны государства. Министр Доленов озвучил список продуктов, рост цен на которые намерено сдерживать правительство. Определены 10 товаров. По этим товарам цены выросли во всех регионах. К примеру, в Западно-Казахстанской области риск подорожал на 35%. В целом, определены 10 товаров, которые необходимо взять на контроль. Это лук репчатый, морковь, картофель, свекла, рис, мука, баранина, хлеб, конина, говядина. Это наиболее выросшие в позиции товаров, которые влияют на инфляцию в целом. Способ борьбы с необоснованным ростом цен назвали в Кабмине. По словам министра Доленова, для удержания цен выработаны новые инструменты. В торговых сетях будет установлено ограничение по торговой наценке. Это делается только на социально значимые товары 19 позиций. По ним наценка в торговых сетях не может превышать более 15%. Законодательные изменения приняты. Следующее. Самый большой страх большой ритейлера – это пустые полки. Поэтому, чтобы этого не было, социальным предпринимательским корпорациям дано право предоставлять оборотные средства торговым сетям. Более того, введена норма о том, что 30% полочного пространства, не менее 30%, предоставлялось исключительно отечественным продовольственным товарам. Также министр упомянул стаб-фонды. Правда, стаб-фондам уже никого не напугаешь. О них начали говорить чуть ли не с начала экономического кризиса 2007 года, когда государство впервые за рыночные времена задумалось об ограничениях ценовых аппетитов на предметы первой необходимости. Однако в итоге стаб-фонды оказались для местных исполнительных властей делом обременительным. Мало того, что цены надо отслеживать и выгадывать момент, когда их надо сбить, так еще и запасы продовольствия в них надо регулярно обновлять. Но картошка не шампунь, больше года ее на складе не продержишь. И потихоньку стаб-фонды свою пугающую функцию утратили. Цены, между тем, кусаться не перестали. Боржен Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.